Новая закупка зерна для птиц. И посмотрите, что на прилавках зерна все меньше и меньше. Не только мы кормим птиц, но и наши соседи наверняка. Мы берем, как всегда, вот этот корм для белок и всяких сурков, потому что он больше всего нам подходит. Им питаются и горлинки, и разные другие птицы. А еще что у меня в корзине? Вот у меня такие джинсы. Я купила в тракторе джинсы «Голубая гора». Это рабочие штаны, а не карго. И у них есть дополнительные карманы. Посмотрите, вот остался с нашим кормом прилавок пустой. Но я еще возьму дополнительное зерно для мелких птиц. Синицы кардиналов. Видите, оно очень тяжелое. Небольшие покоски берем. И лего его. Все. Вот кормушки для птиц. Это для эстетов. Кому нравится, могут себе повесить такую. У нас они едят с земли, но надо побеспокоиться о том, чтобы мелким птичкам хватало и не было конкуренции с белками. Вот собачий отдел. Воротники для собак. Это когда уши лечат. Такие воротники надевают. Есть надувной вариант. Вот имейте в виду, спрашивайте в ваших аптеках для животных надувные воротники для своих животных. И есть вот такой пластиковый вариант. Это мы делаем обзор разных средств и приспособлений ветеринарных. А сейчас я вам покажу то, чего дождаться не могу. Вот видите, такой загончик. И там уже есть такие корыта и есть такие лампы нагревательные. А дальше что? Дальше будут здесь цыплята. Написано, что наши корочки едят органическую еду. И вот я сейчас вам покажу интересную такую упаковку, как цыплят продают. Цыплят продают вот в таких коробочках. Она превращается в коробочку и вы туда берете цыплят. Там есть дырочка для воздуха. Вот такая дырочка для воздуха. И сколько вы купите цыпляток, вот столько вы их донесете себе домой. А здесь уже для маленьких цыпляток корма. Всевозможные. Комбинированные, некомбинированные. Для того, чтобы они хорошо росли. Большие упаковки и маленькие. Вот. И не знаю, цена на цыплят могу я сказать. А вот этот вот как раз 599 вот этот вот загон стоит. На 15 птиц он рассчитан. Можно на участки поставить и курочек выращивать в этом загоне. Зачем он нужен? Я не знаю. Наши соседи курочки разгуливают по берегу озера. А вообще-то он нужен от диких животных защищать. Видите, лампы красные. Они дают им тепло. И очень хорошо цыпляткам под такими лампами они будут в этих корытах пищать. Ну, еще они, наверное, не вылупились, наши цыплятки. Вот. А кто не хочет домой тащить цыплят живых, вот такие цыплята игрушечные по 2,99 в нашем магазине Tractor Supply. И еще, пожалуйста, посмотрите в такие кормушки. То есть корм засыпается в ведро, потом оно опрокидывается и вот так малыши клюют из этих лопастей или как их назвать. Все здесь есть уже, все готово к началу сезона выращивания цыплят. Такая техасская звезда. Украшение для дома. Что тут еще есть показать? Всевозможные семена, время сеять тыкву и она будет уже готова к Хэллоуину. Кукурузы всевозможные, лук, лаванда, свекла, морковка, перцы, огурцы, горошек и арбузы. Арбузы у нас хорошо растут. Вот это сбор трав для сада бабочек. Итальянские травы, рукола, штуциньян, кошачья мята, укроп. Все здесь продается. и теперь удобрения и приспособления для того, чтобы защищать огород и ухаживать за огородом. Вот эти мне очень понравились, как они называются, штуки. Рыхлить. Вот такие мотоциклы. колеман погонять по просторам. Посмотрите. 599. Ну вот, мы вышли из магазина. Погода какая-то всегда такая тусклая. И на фоне вот этих вот сенокосилок и прочей техники я показываю вам стены этого здания. В прошлый раз мы снимали и не могли тут предположить, что происходит. Какой-то тут был один загончик и второй загончик. А теперь я уже вижу конкретно. Здесь стоит большое здание. И вот стены какие-то блочные здесь. Интересные там внутри структура видна. Вот работает кран уже на этой стройке. То здесь будет намного больше сооружений, чем мы даже предполагали. Расскажем в следующих репортажах о развитии событий этого строительства. И будем с вами ждать, что же нам здесь построят в Гровланде рядом с магазином Tractor Supply.